С 10 часов утра на центральной площади Одинцова работала выездная бригада врачей. Все желающие могли пройти обследование, сдать кровь на сахар и холестерин, но самое главное – исследовать свои легкие. Флюорограф работал весь день. Буквально в течение пяти минут пациент получал на руки результаты и отправлялся на консультацию к певтизиатору. В 1993 году Всемирная организация здравоохранения объявила 24 марта Всемирным днем борьбы с туберкулезом. Но это не даром, потому что заболеваемость была очень высокая. Вот последние 2-3 года заболеваемость держится на одном и том же уровне, в частности в нашем районе. Но у нас она значительно меньше, например, чем в Московской области и в России. Принять участие в акции мог любой желающий. Кстати, таких было немало. К полудню даже образовалась очередь, но это нисколько не испортило настроение участников. Я ждала недолго своей очереди. Во-первых, я пришла сюда, кровь на сахар была первая, на дыхательные пути была тоже первая, на флюорографии была третья. Я быстренько, вот сейчас послушают меня, я очень довольна. Прям спасибо врачам и большое спасибо, чтобы и здоровье было, и вам здоровье всем. Врачи не устоят говорить о том, что туберкулез не сдает свои позиции. Именно поэтому жители не должны игнорировать плановую диспансеризацию или хоть раз в год пройти флюорографию. Это поможет на ранних стадиях выявлять заболевания и успешно их лечить. Ну, а чтобы не заболеть туберкулезом, в первую очередь надо вести здоровый образ жизни. Это прогулки частые на свежем воздухе, здоровое питание. Ну и мы от этого никто не застрахованы, это избегать контакта с заразным больным. В ходе акции обследования прошли 89 человек, у шести из них выявили патологии. Трое уже на следующий день пришли в больницу для дальнейшего прохождения анализов, а трое были отправлены к онкологу. Учитывая необходимость таких обследований, Управление здравоохранения планирует и дальше проводить подобные акции.